Toyota начала выпуск кроссовера Yaris Cross. Первым новинку принял японский конвейер компании и только потом модель пропишется на заводе во Франции. Поэтому если российское отделение марки захочет предложить этот автомобиль нашей публике, то будет выбор с какой стороны будут возить собранные экземпляры. С востока или с запада? Для Европы Toyota первым делом представила гибридную версию. Такая будет и в Японии. Она базируется на трёхцилиндровом атмосфернике, притом связка бензинового и электрического двигателей приводит передние колёса. Вдобавок инженеры достали из тойотовского арсенала пятисильный электромоторчик. Его можно заказать для привода задних колёс. Вот только базовый вариант с более мощной версией этого мотора, но без всяких гибридных довесков. В трансмиссии безальтернативно заявлен вариатор, хотя привод передний или полный можно выбрать. В первом случае сзади будет стоять полузависимая балка, а во втором – независимая двухрычажка. В стране восходящего солнца паркетник будут продавать за 1 миллион 800 тысяч йен. Это заметно меньше, чем 1 миллион 300 тысяч рублей. По такой цене прямой конкурент ниссановского джука явно оказался бы интересен россиянам. Но до сих пор московский офис Тойоты никак не намекал на возможность появления приподнятого Яриса. Еще одна новость от Тойоты – очередная модернизация бессмертного внедорожника Land Cruiser Prado. С технической стороны главной новостью оказался мощный турбодизель отдачей 200 сил. Свежий двигатель сделали из старой версии, внедрив другой турбокомпрессор, повысив давление впрыска, а также изменив камеры сгорания. И хотя рамному ветерану оставили прежний шестидиапазонный автомат, он стал гораздо шустрее. При разгоне до сотни внедорожник выезжает из 10 секунд. Из других приятных моментов отметим более производительную медиасистему, а также поумневшую ездовую электронику. В первую очередь адаптивный круиз-контроль. А еще для Prado приготовили черный пакет. В него входит решетка радиатора и наружный декор черного цвета, плюс прозрачные колпаки задних фонарей. В продаже новинка появится буквально через несколько недель. И это, видимо, далеко не последняя модернизация модели.